Снимаемся воротами. Это у нас ZT1 Compact. Так, и проблема у нас здесь. Это уже опять SIM-карта. Там вообще какая-то жопа. Видно, да. Я думаю, что этот SIM-ридер туда идёт. Это у нас ZT1 Compact, 5503 модель. Я думаю, что этот SIM-ридер сейчас будем менять. Сейчас откроем, посмотрим. Давайте отключим батарею сразу. Давайте откроем. Извлекаем батарею. Так, снимаем. Снимаем рамку. Тоже на двустороннем скотче. Если хотите сохранить герметичность, то придётся заказать герметичный скотч специально для этой модели. Это я к тому, чтобы не задавали вопросов постоянно. Одних и тех же по поводу Xperia. В Xperia, которую вы разобрали, теряет свою герметичность. Даже если вы идеально сняли вот этот двусторонний скотч. Разобрали, заказали двусторонний скотч. Разобрали, заказали. Мы своих клиентов всех предупреждаем. Итак, сняли рамку. Карта памяти у нас нет. Далее снимаем системную плату. Задача эта нелёгкая. Снимаем динамик. Сейчас я не вспомню. Уже где-то здесь у нас находится шлейф. По-моему шлейф боковых кнопок. Я давно разбирал эту модель. Сейчас постараемся определить аккуратно. Потихоньку отсоединяем системную плату от каркаса. И здесь у нас нужно будет стегнуть дисплейный модуль. Смотрим, где его разъёмы. Вот он у нас кнопка камеры. Видите, да? Аккуратно. Аккуратно отстегиваем. Очень часто этот шлейф урвут. Дисплейный модуль уже сам по себе отстегнулся. Вот он его разъём. Это в тот момент, когда мы отсоединяли системную плату. Вероятно. И вот ещё один шлейф. Разъём кнопки включения. Тоже аккуратно. Вот он видите. Отстёгиваем его. Ну и далее, по-моему. Нет, есть ещё один разъём наушников, который также необходимо отстегнуть. Отстёгиваем. Вот он. И всё. Вытаскиваем системную плату. Да, этот самый. Этот самый сим-ридер. Сейчас мы его заменим. Пару слов о конструкции. Как видите, да? Здесь находятся три-четыре разъёма. Это разъём камеры, кнопки, боковые кнопки, наушники, дисплейный модуль. Вот эти вот три разъёма. Они самые опасные. Запросто можно любой из них оторвать. Поэтому обратите внимание при разборке модели Z1 Compact. Все эти тонкости. Вот. Далее возникает вопрос. Как же пристегнуть их? Совершенно справедливо. Пристегнуть их очень просто, если снять дисплейный модуль. Вот. А так, я вам скажу, возможно это сделать, но я вам не советую. Я пытался это сделать. Сложновато. Сложновато и довольно опасно. Поэтому придётся снять дисплейный модуль и спокойно застегнуть уже все разъёмы. После этого снова поставим дисплейный модуль и далее уже собирать телефон. И так. Сейчас пока ставлю на паузу. Ставлю на паузу. И так. Все готово. Зажали в держак. И так. Выставили 400 градусов у меня. Добавили плюс. Советую снимать сверху. Можно, в принципе, снять их снизу. Там ничего нету. Все компонентные микросхемы системной платы находятся здесь наверху. Так. Вот. Советую снимать сверху. Может взглянуть так удобнее. 400 градусов многовато. Для такой тонкой системной платы, поэтому если поставили 400, то старайтесь не выходить за сим-ридер. Добавил бы здесь системную плату. Сняли. Как видите, быстро. При 400 градусов. Убираем держак. Давайте удалим отработанный флис. Продолжение следует... Добавляем новый, свежий. Устанавливаем 7. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прихватили... Продолжение следует... 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 Очень тонкий. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как видите задача непростая Дисплейный модуль Попробуйте пристегнуть системную плату Без снятия дисплейного модуля Попробуйте Дисплейный модуль Без установки нового скотча Дисплейный модуль сняли Теперь собираем аппарат Ну и здесь как видите Переворачиваем Со стороны дисплейного модуля И все разъемы Вот они Наружу Пристегиваем Разъем дисплейного модуля Дисплейный модуля Дисплейный модуль Дисплейный модуль Сейчас давайте соберем зад Дисплейный модуль Вставляем инфу Вставляем инфу Телефона Вставляем инфу Дисплейный модуль Заглушка пластиковая С датчиком воды находилась На разъеме зарядки Батарея И верхняя рамка Застегиваем виброзвонок Продолжение следует... 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 Да, сложновато. Даже не знаю, есть ли у меня такая новая. Ну, вроде влезло. Включился телефон, ждём загрузки. Ничего страшного, что пока не прихватили до 2-3-4 минуты можно подержать так, потом ещё сильнее схватится. Телефон погас по ходу, батарея 0. А, нет, включился телефон. Здесь написано, что сим-карта заблокирована. Пожалуйста, выходит пин-код. То есть сим-карта читается. Процедура у нас долгая. Я даже не знаю, сколько времени там у нас получилось. Что-то около часа, по-моему. Всё, вытащили сим-карту. Телефон пошёл перезагружаться. Всем спасибо за внимание, друзья. Это была долгая замена сим-ридера на модели Sony Xperia Z1 Compact. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. А я ставлю телефон на зажимы. На зажимы вот такие вот. После высыхания клея возвращаем клиенту. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.